Приветствую, друзья! Здоровья вам и счастья! Тут у нас тоже много подростков, а подростки всегда ищут сверхвозможности. Какие могут быть у них проблемы с утомляемостью, какие-то могут быть проблемы какие-то иные. Им нужно сверхвозможности, чтобы владеть миром, чтобы управлять своим состоянием выше, чем обычно люди могут делать. Потому что у подростка постоянная непрерывная поисковая активность, чего-то запредельного, чтобы посмотреть и почувствовать, что есть за гранями обычной жизни. Ну вот именно поиск сверхвозможностей очень часто окунает подростков в различные секты, в манипулятивные системы. Да, да. Кто-то там говорит, мы обучаем телепатии, телекинезу, боям на расстоянии. Вот так махнул рукой, и другой человек упал. Ну, подростку же это интересно. А вот когда мы рассказываем, как меньше уставать, как снимать страх простыми способами, или переводить энергию стресса в творческие достижения, но это может быть сегодня не каждому интересно и понятно. А на самом деле все подростки и все дети, то, что мы даем в учебнике физкультуры у профессора Матвеева, дети делают сами, только инстинктивно. Они делают и шалтай-болтай, и лыжника. Ну, конечно, они все это делают инстинктивно. Вся задача наша заключается в том, чтобы дети подбирали себе действия резонансные текущему состоянию в моменте, делали это, соответственно, осознанно. Потому что, когда человек делает то, что он делает обычно инстинктивно, например, трясется от страха, или там ногой качает, или бегает туда-сюда по комнате. Если человек то, что делает инстинктивно, несколько раз для тренировки сделает осознанно, у него появляются новые возможности. Вот там как раз подростки и смогут получать сверхвозможности. Это совершенно другой путь. Но когда говоришь, что это синхрогимнастика, учебник, ну, это сразу наливает, может быть, у кого-то уныние. Ну, потому что там надо повторять, там надо делать что-то монотонное, неинтересное. А подросток хочет интересное, привлекательное, и которое сразу отвечает ему на множество волнующих его вопросов. Итак, друзья, поэтому мы с Анатолием Петровичем Матвеевым до его студентов будем проводить занятия. И если профессор позволит, мы это сделаем в открытом зуме, и дам вам этот зум, и вы там все войдете и посмотрите, и тоже, может быть, зададите какие-то свои вопросы. Потому что только почемочки становятся великими. Только почемочки. Вот мне кто-то написал, я не говорю имена, не согласовав, а мне кто-то написал, да ветер у них гуляет в голове, какие там почемочки. А я написал, а ты, дорогая, не констатируй некоторые факты, а предлагай, как сделать лучше. И вот она, подруга моя, задумалась. И это очень хорошо, потому что она необычайно интересный человек и очень думающий. И вам всем рекомендую задуматься, как нам быстрее показать этот новый учебник, который будет скоро сделан. Уже следующая версия будет скоро опубликована. Показать всем. Да, я по существу сейчас готовлю нашу прекрасную аудиторию к этому. Делитесь, друзья, в своих группах с нашим каналом Ютуба, с нашим Инстаграмом, с нашим Одноклассником, с нашим Телеграмом. Потому что в разных каналах наших сетей иногда появляются разные люди с такими удивительными предложениями, что можно ахнуть. Да-да, я буквально в следующий раз покажу вам одного человека. И вы удивитесь, и будете рады. До встречи.